Белой стеной К мягкому синему небу Щекою прижмусь Тает на ней снежинка И слеза Так ли на свете Жил я Трудно Сказать Саван Мечты Или сень Или фата Снег Этот Воскресенье Или суета Я не хочу Все это Обозначать Белого, белого цвета В душу я ставлю печать Белого, белого тела Этих ноги Вперед Взглядом коснусь Несмелым В ответ На него их вопрос Стоит ли средь них Замирая Женщина Грусть В белых снежинок Постая Пыль Следит милую путь По белой странице Снега С ней Побредем вдвоем В мягкое В мягкое Снежное небо В строчки следов Пойдем Сложится Новая песня Или нет На этой тропе По белой Скрипучей Лестнице Вверх Поднимаюсь К судьбе Раз Два А Что-то так Приходится прямо Самый микрофон Нормально Нормально Да Ну Давайте Пока вроде все Уже собрались Устроим Небольшой анонс Нашего следующего вечера И мы попросим Татьяну Вокру Прочесть пару стихотворений Вот А потом Если не придут еще Ребята из этой бригады Я значит еще что-нибудь попойму Первую книжку Первую книжку Я ее и не анонсирую Вся про любовь Мужа не ада Красивые такие слова И Ну слушали наверное Уже читала уже И второй Я хотела прочитать Два стихотворения Посерьезнее И Ну По мелодраматичнее Вот так что ли Войди в тишину Войди в тишину Чтобы в ней Раствориться Единственный звук Это сердце Удары А сердце Спорхнет Потревоженный птицей Испуганно спросит Куда вы Куда вы Куда вы А я в тишину Где недвижные листья Где ветер молчит И река не бормочет Где память и боль И безмолвные лица Любимые лица Возникнут из ночи Глухое молчание Глухое молчание Ни звука Ни слова Смотрю И никак не могу Насмотреться В них столько живого В них столько Земного А созданы Тьмою Туманом И сердцем И если жива В тишине Этой живы На карточке живы И живы На слайде Ушедшие В вечность Строги Молчаливо Вы только Пожалуйста Не исчезайте АПЛОДИСМЕНТЫ И Снежная баба Неуклюжая Снежная баба Глазки Фуговки Носик Морковь Малышей Вековая Забава Где узнала она Про любовь Это скульптор Весь белый От снега Старой шляпой Ее наградив Напоследок Приделал для смеха Два комочка На круглой груди Там где Женщине Нужно немного Снежной бабе Довольно Чуть-чуть Проходящий Мальчишка Потрогал Так невинно Открытую грудь И застыла Она под руками И готова Была Полюбить Разве знала она Что снежками Могут душу И сердце Разбить Неуклюжая Снежная Значит Разрушай ее Меткой рукой А под дождиком Женщина Плачет От жестокости Плачет Мужской Неуклюжая Снежная Баба Если ты ее Где-то Воздвиг Позаботься О том Чтобы рядом Рядом С нею Стоял Снеговик АПЛОДИСМЕНТЫ В общем Вы Получили небольшое представление Кто не слышал О творчестве Татьяны Волковой Значит 27-го Повторяю Второе отделение У нас будет полностью Посвящено ее творчеству Значит она будет читать стихи Не меньше Десятка на стихотворении И примерно По 5-6 песен Там мы споем Свершинкина Значит Есть книги для продажи Ребята Вот есть книги для продажи Можно сейчас Если кто заинтересовался Ну Более массированная распродажа Будет в 27-м Значит Еще мне хотелось бы Вот тут у нас Один парк пришел Вот Турянский Вот он убежал Да Ну ладно В принципе ему тоже бы Надо было пару песен спеть Чтобы вот Получили представление Он Собирается активно Участвовать в жизни Попозже Попозже Ну давай Значит Попозже может не получиться Вот Просто он собирается активно Участвовать В Центре планеты Там Во-первых Я вот хочу напомнить Что центр планеты Вот это концертная площадка Такая такая Которая вот руководит в основном Григорий Снимаков Она Не Не просто так дается Она дается за работу Со школьниками И В первую очередь Это легло опять-таки На мою шею То есть вопрос Я должен Учить школьников играть на гитарах Вот это вот Сразу говорю вам Второй Альтурианский тоже будет Потом Меньшей степени Конечно школьники заинтересованы Но Придется им уже силком Наверное На историю бардовской песни Прочитать Гришта И так далее В общем Какие-то отработки В любом месте Приходится делать И поэтому Понимаете Это филиал бригантины Ну в общем Честно говоря Я вот больше к этому Тяготею А церков туда не будет заниматься? Церков Ну он много обещает Понимаете Мало делает Он занятой У него съемки Телевидение Вот Ну может быть поможет Естегнеев Вот вот Естегнеев Очень хорошо с людьми работает Это великолепный мастер гитары Конечно Если он там будет Хоть там Раз Полтора месяца Один раз придет Это будет очень здорово Он придет А я сейчас делаю Вот Значит Гриша еще скажет Несколько слов По поводу там Проведения вечеров В общем мы будем Сыриной Самоцветов Которая ответственна за проведение В планете Наставить на том Чтобы первые часы Все-таки были Чтобы молодые таланты Подходили Не только там известные Какие-то там Протежировать там Своих знакомых бардов А чтобы Молодежь подтягивалась С района там Ну послушаем Как они гондосят Подъездные свои там Делак Понимаете Ну они же здесь С искренним каким-то Сердцем это все делают Как-то надо понять Это все И Вот Предварительно мы конечно Будем их прослушивать Критиковать Обязательно Чтобы там Фальшивы Фальши музыкально не было Но все равно Это будет присутствовать Там Но перед большими мастерами У которых там Юбилейные концерты Вот Гриша хочет Чтобы были полностью Два часа Отданные вот Таким мастерам Хотя вот Рудов спокойно Перенес Первое отделение Я Я бы дал ему И два Отделения С удовольствием Но дело в том Что традицию Твоей григантины Я как бы сказать Поддерживаю Сейчас иногда В общем Элемензон и колесников Требует Полное отделение То есть никакой Смирнов Вот видите Три вечера Будет вообще Без гитары по кругу Вот такая Вот такая Собственно Сочинство Объявление Он еще хочет Сам это все Объявить Вот А пока мы попросим Турьянского Немножечко Скажи Скажи Я потом скажу Чуть 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 Знаешь, дружок Сколько дорог Я без тебя Измерил Пучались года Но никогда Встрече с тобой Не верил Встреч суета Дел маята Тяготы Расставаний Время Грехов Время Долгов Все я Принес Суда Расскажи Скажи мне Малыш Почему Опять Ты грустишь Этой Волшебной Ночью Ты У костра Молчишь В прошлом Моем Мы не вдвоем В будущем В будущем Видно Тоже Есть ли Резон Сказочный Сон Кончится Ну и что же Вечный Сюжет Разница Бед Стереотипы Быта Кончится Ночь И Уж не смочь Встретиться Вновь Рука Не дай Улыбку Малыш Ты не знаешь Что ты Таишь Ты ведь Не понимаешь Что ты со мной Творишь Скоро Рассвет Выбора Нет Совесть На плечи Давит Сплетни Не в счет Вряд ли еще Встречу Судьба Подарит К черту Ходру Ближе К костру Чаю Погрепче Сварим Песни Мотив Пусть Поглотит Этой Разлуки Боль Уронила Ветку Сосна Заблудилась Где-то Весна Только Осталась Песня Слышишь Грустит Она Браво! Шел по дороге Человек Без шляпы И сапог А за спиной В его мешке Хлеб-ложка Котелок Он громко Песенку Свистел Она его вела И не боялся Никого И никому не делал зла Он сам на себе И сватый брат Ни дома Ни жены Он был солдат Простой солдат Вернувшийся С войны И где дороги Поворот Где вереский Бурьян Нашел он Золотой Дуган И положил его В карман И стал он думать И мечтать Прикидывая Впрок Куплю я Поначалу Дом И пары-три сапог Куплю я Лошадь И козу И мягкую кровать И в дом Хозяйку привезу Чтоб раньше В мире не сыскать На этот Золотой дуган Жить право Не хитро Собаку злую Я куплю Чтоб стерегла Добро Жену закрою На замок Чтоб верную была Вот здесь Мой дом Мой быт и бог И всем привет И все дела Потом поеду В город я На ярмарку С утра И закуплю На год Вперед я Разного Добра Жена Соседа Пустит в дом Собаку Усыпив И лягут На мою кровать Сперва мне кости Перемыв Когда ж я Возвращусь домой Устрою им скандал Но жена Конечно закричит Что я большой Нахал Сосед же Сзади Утюгом Сотылок Мне пробьет Возьмёт Себе Жену и дом И без печали Заживёт Вот так он думал И считал И больше не свистел Терзался Мучился Вздыхал Спотел И повледнел Потом по двери Без компрессия Тихонько Погрустил Достал Со вздохом Золотой И на дорогу Положил Мораль Достаточно ясна У песенки простой И порой Коварная судьба Подбросит Золотой Вот это да Ах благодать Прервать На время путь Прикинуть Взвесить Помечтать И от удачи улизнуть Небольшой анонс 28 числа В Гульбаре Будет вечер Туристской песни Которую мы делаем Пополам с Костей Афанасьевым Так что приходите Петровка 26 Надпись Столовая Кто не был там никогда Это рядом с монастырем Наверное Полтинчиком Вот там Достаточно дешёвая закусь Всё остальное можно С собой принести Потому что там разрешается Вот Послушай девочка Всё это Суета Послушай девочка Я не похож на принца И нам вообще разумнее было бы проститься А не тащить сейчас в мешке за хвост кота Я расставался и влюблялся столько раз Пора покончить с этим делом хлопотливым Ты так хотела Увидать меня счастливым Поверь Ты глупышка Эти игры не для нас Кручено Мучено Мерчено Всё у меня по судьбе Храбрая юная женщина Это ли надо тебе На нашей улице оркестром не звучать А Мендельсону надавать пора по шее Я на две жизни тебя девочка старее И за слова свои умею отвечать Ну а долги моим куда же их девать Из-за морочек моих пёстрые расклады Не по зубам тебе дорог моих ухабы И не по возрасту такая благодать Кручено Мучено Мерчено Всё у меня по судьбе Храбрая юная женщина Это ли надо тебе Тебе Храбрая юная женщина Это ли надо тебе Тебе бы в классике с книжкой по ночам Или новой юбкой утирать носы подружкам Поверь дороже лишь одна твоя веснушка Чем седина моя и опыт и печаль Давай расстанемся да вовсе я не зол Ты ещё влюбишься не раз такая штука Ну а сейчас пожалуй выпьем за разлук Официант ещё шампанского на стол Кручено Мучено Верчено Всё у меня по судьбе Храбрая юная женщина Это ли надо тебе Храбрая юная женщина Лёгкой дорожки тебе Значит, дело в том, что я полностью поддерживаю и идею, которая возникла здесь, гитара по кругу, первое деление, это можно по-разному называть, гитара по кругу, свободный микрофон. Но на последнем вечере в Доме Творчества Планета произошло неприятное недоразумение, что на этот свободный микрофон, как бы сказать, напросилась одна женщина. И, в общем, будем так говорить, что вкусы, как бы сказать, и, в общем, уровень не выдерживал никакой критики, и поэтому свободный микрофон я поддерживаю только после предварительного прослушивания всех авторов, по крайней мере, на той площадке, где я, как бы сказать, руковожу. То есть без прослушивания я просто обещаю, что ничего больше не будет. Если, конечно, мы этого человека не знаем уже много, как бы сказать, лет, вот, например, Михаил Орлов у нас выступал, Владимир Альчулер, Наталья Кочеринская, этих ребят мы знаем, мы знаем, что от них ожидать. А вот подобных, значит, вот, случаев, когда под видом авторской песни выступают низкопробные эстрады, таких случаев больше не будет. Вот именно с этой целью на какое-то время, в общем-то, идея первого отделения, может быть, пока будет временно отсутствовать. Но, могу сказать, что 20 марта будет выступать наш почетный гость Виктор Шабанов, замечательный автор композиторского направления. Он пишет замечательные стихи, замечательные песни, музыку, песен на стихи Николая Робцова, Феликса Кривина, Абрахама Сантефлары. Может быть, помните песню, он за мной следом шел, я, конечно, оглянулась. Популярная была такая песня, все знают его песню, ночные музыканты, по улицам ночным, по переулкам спящим. Вот, приходите в планету, проспект 60-летия октября, том 4. Вот, в планете еще есть очень хорошая традиция на этой площадке, что следующий концерт анонсируется вживую. Вот, когда у нас выступал Сергей Крылов, то скромно, в зрительном зале сидел Александр Андреевич Дулов, слушал Крылова, и в конце вышел и спел одну песню, как бы проанонсировав собственное выступление через 2 недели. Такая же традиция была продолжена и когда был концерт Александра Дулова. Присутствовал Виктор Шабанов, который тоже потом вышел и спел даже не одну, а две. Вот, и в общем, будем надеяться, что на планете мы этой традиции, мы придерживаться будем. Это, как бы, такая спонтанная возникшая, но уже, как бы сказать, приятная, значит, особенность этой площадки. Вот тут Ген Конев, а, во-первых, еще, значит, сделаю несколько объявлений насчет дальнейших мероприятий. Во-первых, у Виктора Шабанова вышел компакт-диск под названием «Ночные музыканты» на студии «Остров» и аналогичная компакт-кассета. И когда Виктор приедет выступать, то он эти диски и кассеты привезет, и у вас будет возможность их приобрести. Шестого марта, еще через две среды, в принципе, у нас, значит, февраль и март, по первым и третьим средам мероприятия в планете. В апреле, в связи там со всякими праздниками, наоборот, будут вторые и четвертые среды. Вот так сложилось. Так вот, шестого марта, в среду, будет концерт в двух отделениях, фактически первый сольный концерт, человеку 1 апреля исполнится 60 лет. И вот у него впервые в жизни будет целый сольный концерт в двух отделениях. У него этого не было никогда, только одно отделение на пару с кем-нибудь или участие в сборных концертах. Однако же это классик жанра авторской песни Юрий Сергеевич Колесников. Может быть, вы помните такую песню «Я смотрю на Москву через призму поэзии», через призму музыки, призму любви. Вот это его, как бы, визитная карточка. Мужской романс, по-моему, тоже его, да? А что вы называете мужским романцем? Первые строчки. Тогда я не понимаю, с таким названием у Колесникова песни нету. А Вадим Егоров с ним? Вадим Егоров, на стихи Вадима Егорова Юрий Колесников написал две песни. Первая – это знаменитая «Ланка», и вторая – это «Жду писем, каждый вечер жду». «Ланка» – это песня Юрия Колесникова. Вадим Егоров имеет отношение только к стихам, но не к музыке. Значит, ну, может быть, вы еще слышали, вот, туристская публика здесь. Мы рядом с тобой сидим у костра, дождь плывет над нами, пусть чужие где-то глаза тебя, может быть, вспоминают, а эти рядом чуть-чуть грастят, чуть-чуть смеются, а искриваются и вьются. Вот это тоже песня Юрия Колесникова, одна из ранних, написанная на собственные стихи. Вот, вот у Колесникова будет концерт двух отделений, как бы, во-первых, предваряющий его 60-летний юбилей, который будет 1 апреля. Да-да, вот. И последнее, значит, что я хочу сказать, что 20 марта будет сборный вечер песен на стихи Юрия Левитанского. В этом году ему исполнилось 80 лет. В январе уже прошли мероприятия такого более крупного масштаба в Доме литераторов. И вот, как бы сказать, в клубе «Планета» своей узкой компанией будет такой вечер. Ведущий этого вечера будет, вот, упомянутый уже Геной Александр Евстигнеев. Участники пока еще формируются. Спасибо. Адрес «Планета» – улица 60-летия Октября, дом 4. Метро Ленинский проспект, 1-го огоноса. Значит, небольшое объявление сделает наш заслуженный раздоровский бар. Эдвард Баруц. Это не объявление, ребята. Просто я смотрел, посмотрел, так и немножко очень серьезные стали. Это улыбка. Так как скоро будет 8 марта, и так как здесь в основном, в общем-то, женщины, и так как Турьянский Андрей, мой любимый бар и замечательный человек, обмолвился в своих песнях, что-то у него звучало «Женщина» и «Малыш». Вот эти вот две вещи у него звучали, так, Андрюша? Так вот я вспомнил, значит, девиз наших женщин в лесу. Послушайте, какой у них девиз у женщин. «Красивыми мы были и остались. Взгляни, малыш, на роскошь наших тел. Пусть плачут те, кому мы не достались. Пусть сдохнут те, кто нас не захотел». Собственно говоря, вот сейчас будет анонс. Вот они думают, что это вот их большой концерт, но на самом деле это будет анонс. К сожалению, вот эта накладка вот сегодняшнего вечера. Вы уж простите нас, организаторов, но так получилось. Значит, это бесспорно очень достойный коллектив, агитбригада биофака МГУ. В общем, они сейчас... В следующий раз я подготовлю все свои микрофоны, какие только возможно, потому что тут такую тончу народа озвучит. Вот. Ну, может, тут двух операторов есть, пусть приносят всё своё. Значит, сейчас мы их выстроим, и они нам немножечко что-нибудь споют. Я хочу сказать, что 6 марта, когда будет концерт двух отделений Юрия Колесникова, то тоже готовьтесь к тому, что будет одновременно ещё его первый альбом как в виде компакт-диска, так и в виде компакт-кассеты. Он специально к этому концерту. КОНЕЦ 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 Добрый вечер! Хотим вам попеть песен. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Добрый вечер. Мы, как было уже сказано, агитбригада биологического факультета Московского университета, и мы совсем недавно, буквально неделю назад вернулись из агитпохода очередного нашего, 108-го, который был по Ветлужскому району. По Ветлужью. Мы представляем собой остатки того, что существует вообще на самом деле уже довольно давно. Идбригада биофака, как вы можете знать, существует уже больше 50 лет, и за это время мы и наши пришественники съездили в 107 разных походов, это вот был 108-й, то есть теперь уже в 108. В походах мы поем песни, даем концерты по детским клубам, по детским школам-интернатам, по сельским ДК, иногда по колониям. Эти концерты всегда бывают совершенно бесплатными, то есть мы делаем это исключительно для собственного удовольствия, и временами для удовольствия зрителей тоже. По возможности, да. Ну, хорошо, ладно. Звениверов. А вы не гринспис, ребята. Что-что? Не гринспис, вы? Мы не гринспис. Мы не гринспис. Нет. А галстук и покорник. Хотя отдельно. Давайте мы споем еще одну песню, а потом я расскажу про галстуки. Хотя, как... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что же? Желлав! Одна из немногих песен, в которой авторство как музыки, так и слов принадлежит биофаговскому автору Дмитрию Антоновичу Сахарову. Дмитрию Антоновичу Сухой. Наверное, стоит сказать все эти слова, по поводу того, что был маленький символ биологического факультета, а заодно и наша гидбригада, и она на нашем гидбригадском знамени. ПЕСНЯ 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 Добро пожаловать в Казахстан! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Ляли Розановой, которая называется «Ангарская». Вот тоже совершенно, полностью один бригадский праздник. Хоть и на займестованную музыку. ПЕСНЯ 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 А может в белой тишине переворудятся ко мне, Снеги твои отворудятся ко мне. Ты скажешь, глянь, как все бело, А много снегу налило, И так светло на белых средствах светло. Агитберганское пение нынешнее, Это не только такой столь махровый биофак, Вот биофак менее махровый. Но зато это продукт полностью сотворенный присутствующими вот здесь. Вот в основном мазерон, который там был. Вячеслав Дьяконов, «Горе невезения». Агитберганское пение, «Горе невезения», «Горе невезения», «Горе невезения». Корень невезения бродит по дорогам, И в готовке зелье носит для убогих. Эй, народ бедовый, слушай, да не смейся, Не сдержать архомов, не попутать бесам. Те, кто даже малость, Все это ответал, Что терять осталось, Разве только беды? Что терять осталось, Разве только беды? От осторожных ночек, От печали револочей, Немовинных бочек, Пусть ведет клубочек, Горей невезения, Крест на перепутье, Ночью под успеньем, Надо б насоснуть там. Ночью под успеньем, Надо б насоснуть там. Выйдет перетрестку, Корень невезения, Принакроет тезу, Лопухом осенью. Пусть светит порожа, На незрячей очи, Будет сон хороший, Бит от нас сыночек. Субтитры делал DimaTorzok Среди твоих забот И все не удается И песня не поется Когда тебе с грустью дается Твой друг к тебе придет А если нет, ты глаза закрой И ты увидишь, что он с тобой И о тебе поем А если нет, ты глаза закрой И ты увидишь, что он с тобой И о тебе поем Когда в ночи торнись И тьма над головой Когда тревожны птицы Когда тебе не спится Когда в ночи торниться А завтра с днем обоих И письма друга тогда возьми И тихо скажут тебе они Что он всегда с тобой И письма друга тогда возьми И тихо скажут тебе они Что он всегда был с тобой А если завтра ронят Тебя в следом бою Тебя он не останет И из огня растает А если завтра ронят Тебя в следом бою Пускай не верят, но он придет На поле боя тебя найдет И жизнь спасет твою Пускай не верят, но он придет На поле боя тебя найдет И жизнь спасет твою Когда тебе грустнется Среди твоих забот И все не удается И письма не поется Когда тебе грустнется Твой друг к тебе придет А если нет, ты глаза закрой И не увидишь, что он с тобой И о тебе поем А если нет, ты глаза закрой И не увидишь, что он с тобой И о тебе поем А если нет, ты глаза закрой А если нет, ты глаза закрой Продолжение следует...